Ребята, всем привет! С вами Александр и сегодня мы познакомимся с еще одним гигантским животным нашей планеты. Эроматерий один из крупнейших наземных ленивцев. Длину достигал 5 метров, высоту, стоя на четырех лапах, 2,5 метра, стоя на задних, превышал 4 метра. Весил Эроматерий около 3-5 тонн. Возможно, по весу Эроматерий превосходил своего родственника Мегатерия, так как имел более мощное телосложение и более длинная конечность. С латинского Эроматерий можно перевести как «одинокоживущий зверь». Появились представители этого вида примерно 5 миллионов лет назад, а последние вымерли около 11 тысяч лет назад. Эроматерий насчитывает всего лишь два вида. Это Эроматерий Эомигранс и Эроматерий Лауриларди, который являлся более крупным представителем и, скорее всего, он у нас в игре и представлен. Если Эомигранс – это более древний представитель, который появился 4,9 миллиона лет назад и вымер примерно 300 тысяч лет назад, то Эроматерий Лауриларди появились примерно 780 тысяч лет назад и вымерли последними – 11 тысяч лет назад. И вот именно они, скорее всего, пересеклись с людьми. Гигантский ленивец Эроматерий – один из крупнейших наземных млекопитающих не только среди ленивцев. Несмотря на то, что его стородич Мегатерий более известен, Эроматерий был более многочисленным и более широко распространен – от севера Южной Америки до юга Северной Америки. Первые люди на американском континенте, возможно, застали этих удивительных животных и даже стали причиной их вымирания. Скелет Эроматерия Лауриларди был крепким, обладал мощным хвостом, который служил ему опорой и имел сильные мышцы. Конечности были относительно длинными, череп довольно большой, но меньше, чем у Мегатерия. Длина его была 65 см, а самая большая кость в ноге, бедренная, составляла 89 см в длину. Судя по зубам, Эроматерий питался разной пищей, в зависимости от местности, где он обитал. Если ландшафт был более равнинным, то он питался преимущественно травой. Если жил в лесах, то преимущественно листьями. Так как Эроматерий жил в теплых тропических и субтропических зонах, то наличие меха у него остается под вопросом, так как современные крупные травоядные, например, слон, носорог, бегемот, не имеют густого меха. Преимущественно они ходили на четырех лапах, передвигались медленно из-за своих гигантских когтей. В отличие от других ленивцев, Эроматерии не могли копать землю. Это обусловлено особенностью строения их предплечья. Эроматерии могли подниматься на задние лапы и пригибать ветви деревьев. Ну и конечно же могли защищаться от хищников своими большими когтями. А свой мощный хвост при этом могли использовать как дополнительную опору, как кенгуру. У взрослых гигантских ленивцев практически не было естественных врагов. Одним мощным ударом когтей они могли убить даже с мелодона. Несмотря на то, что они были травоядными, некоторые ученые выдвигают предположение, что они могли включать свой рацион падаль или даже убивать других животных. Но прямых доказательств этому нет. Наиболее близкий Эроматерий вид это Мегатерий, который жил южнее и оставался исключительно южноамериканским. На территории Северной Америки их нет. Гигантские ленивцы вымерли 10500 лет назад, во времена роста численности людей в Америке. Есть интересный факт, что на островах ленивцы вымерли на 5-6 тысяч лет позже, чем ихние собратья на континент. Аналогичная ситуация и по другим гигантским животным плейстоцена. Широко известно, что мамонты острова Врангеля намного пережили мамонтов с материка. Лишь совместное влияние сокращения места обитания и истребления человеком могли привести к полному исчезновению гигантских ленивцев. В то же время останки Эроматерий очень редко находились в деревнях людей, среди ископаемых. Итак, ребяточки, всем привет, с вами Александр и сегодня мы будем качать гигантского ленивца. И это будет не тот, что у нас с рожками, это будет наш второй гигантский ленивец. Он выглядит довольно забавно, смотрите, у него такие вот... Ну да, ты немножко подзавонялся, братишка. В общем-то, чем-то Росомаху мне напоминают его глаза, такие вот выступы. И у него на этот раз нет никаких рожек. Вот так вот выглядит наш Эроматерий. Тот у нас назывался Мегатерий. Давайте сейчас сразу сравним. Мегатерий, вот Мегатерий. Вот так выглядит Мегатерий. То есть они очень похожи. Гигантский ленивец. Они были реально гигантскими. Давайте вот вспомним, какой у нас был... Так. Гигантский сухопутный ленивец. Одним из самых медленных и крупных млекопитающих в своей экосистеме. Были живы в эпоху Голоцена. Могли встречаться с людьми. С людьми достигали высоты 7 метров. Ну ничего себе, как статуи на острове Пасхи. Ну и у них, конечно, были гигантские когти. Как у... Даже у современных ленивцев когти, блин, как у тебя динозавра. Ну пропорционально, конечно же. Так. 7 метров. Стоя на ногах. Ё-моё, современные медведи 3 метра, а тут 7 метров. Представляете себе, какая-то махина была. Так. Давайте мы сейчас сразу зайдём, одного прикупим ещё. Смотрите, сейчас идёт супер-пупер-мега-скидки. Эремотерий, мегатерий. Вообще классно. У кого-то вдруг не хватает, да, надо... Ну хотя скидка, блин, та понтовая скидка. 20% наверное. Ладно. У-у-у. Так, стоять. Вот наш эремотерий. Давайте мы его возьмём. Так. Ну долго 20 часов его выращивать. Давайте мы его поместим и покормим. Вот только эта шея подлиннее, по-моему. Ну давай, медленно, не спеша. Иди и скушай это дерево. О, ничего себе. Прикольно. Звуки мне нравятся. Ребята, кто из вас видел, у кого есть деревня, бабушка и вот у кого есть корова? Ну или хотя бы лошадь. Корова или лошадь в хозяйстве. Вот вы слышали, как они вот грызут траву там или буряки, когда им дают. Они вот так вот прикольно хрумтят. Мне этот звук такой нравится, как берёшь как будто бы крахмал, как будто бы снег под ногами хрустит. И вот так вот жуйные животные кушают. Хрум, хрум, хрум. Слушаем. Молодец. Так, давайте теперь проследим его прогресса. Это у нас редкое животное, да? Подождите, супер редкое. Да, серенький фон, это у нас супер редкое. Ну можно посчитать ещё по звёздочкам. Не хватает всего лишь одной звёздочки. Так, на десятом уровне, давайте на первом уровне, 265, потом 311, 97, вообще ни о чём. 533, 167, 812, 254. И, ну, он практически не изменился. И на сороковом уровне это у нас 1149 на 359. Ну, на капразуха, похоже. Даже помощнее, чем капразух будет. Как по мне. То есть, у него довольно много жизни и удар. Ну, неплохой. Неплохой. Ну что, давайте сейчас ещё мы тут сравним. Это 6-ти метровый ленивец. То есть, он уступает размерам мегателли. Ну и по названию понятно, мега это много. Это сильно. Так, в отличие от потомков, они ходили по земле. Они висели на ветках деревьев. И, кстати, по-моему, ленивец это единственный млекопитающий, который имеет зелёный цвет окраса. То есть, у млекопитающих не бывает шерсти зелёного цвета. Да, ну, у ленивца это тоже, как бы, из-за того, что у него в шерсти живут водоросли. Там просто жесть. Ленивца это жесть. Так, Эриметери. Так. Как вид, существовал более 4 миллионов лет и жил на территории современной Северной и Южной Америки. Так. И Эриметери вымер только в конце Плейстацена. Всего лишь 11 тысяч лет назад. Так. На каждой лапе Эриметери, в отличие от ленивца, его потомка, рос всего один коготь. Чего? Чего? Какой один коготь? Я вижу 3 когтя у него на лапе. И здесь тоже 3. То есть, даже на первом уровне их 3. Ну, что-то они тут написали непонятно. Ну что. Тогда, по традиции, идем им посражаемся. Тысяча на 300. То есть, я запомнил примерно. Идем вот сюда. Так. Вот наш Капразух. 1200 на 209. Но Эриметери у нас явно должны быть старше его. Вот он здесь. Но нам сначала нужно найти двух младших. Вот. Есть Мегатери. Кстати, можно взять и Мегатери. Сейчас возьмем самого слабого. Потом возьмем Мегатери. Вот. Давайте берем Эриметери. Берем Мегатери. И берем еще Эриметери. Так. Ну, сейчас нам тут наваляет люлей. Хотя, скорее всего, у нас будут противники динозавры. Но, если нам попадется какой-то вкачанный Эласмотерий, например. Парочка. Или Фарракс. Короче, могут нам навалять. Так. Ну, это хорошо, что здесь Таликосмил. Он нам не страшен. Мы его, наоборот, практически за один удар можем отпинать. Вот так тебе. Да, у нас когти намного больше. Эриметери круче. Так, Лабиринтозавр и Эудиморфодон. Ну, давай. Ух ты, какой гигант. Черт, он нас пробивает. Атакует на два. Ну, смотрите, как. Размер это смотрится неплохо. Так, вот появился Мегатерий. Семь метров. Это вам, блин, размером с тиранозавров. Ну, по высоте. Не знаю, что-то мне захотелось перенести. Может и зря, конечно. Блин, пробил на два. Обидно получилось. Не знаю, надеюсь, я два удара хотя бы выдержу. Ух ты. Это был что, удар плечом? Так, Эудиморфодон 300. Молодец. Давай, атакуй и... Мы расходимся. Так, ну ладно. Сделаю так, как делаю нечасто. Опа. Нежданчик. Не ожидал, да? Вот так вот. Неплохо. Сейчас берем самого вкачанного. И идем сражаться. Так, мы помним, что у нас... Тысяча. Так, мы помним. так вот мы оказались здесь кого кого нам можно еще здесь взять тут 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 ну он у нас вообще-то танк получается ну давайте возьмем гиена дона элас материя и эрэ материя ну погнали так отсиживаемся пока давайте попробуем на 1 на 1 сделать так мне правда мне надо слить знаете кого носорога отлично он сейчас подменится скорее всего на титана пола это нам будет на руку блин вот реально ленивец даже в сравнении с элос материя будет гигантом ну зачем ну будет очень высокий это как носорог практически не будем атаковать три в защиту он поставил слил очки а мы еще и даже выживем 4 я живой я до сих пор живой так давайте тогда вызываем его величество гиена дона пусть тогда гиена дона съест анаконда а наш эрэ материй задушит когтями порвет на части анаконду какая резкая так песик пошел отдыхать так но у нас немножко другие планы наш герой сегодняшнего выпуска это эрэ материй и последний ход за ним так но это же удар такой же как у мега терия ликует и торжествует наше существо так но мы тут немножко еды получили с вами так возвращаемся в наш вольер и на этом ребятки с вами попрощаюсь как за не будьте ленивцами поставьте лосик под этим видео и подпишитесь на канал до скорых встреч всем пока